Валерина 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 Я сопротивлялась, а затем сначала привыкаешь, а потом тебе очень нравится. И я настолько прониклась вот этой идеей стать балериной. Мне настолько это нравилось. Настолько нравилось выходить на сцену, чувствовать зрителя, передавать какие-то свои эмоции, что в дальнейшем я не сомневалась, что я хочу заниматься именно этой профессией, быть именно балериной. Главный атрибут артиста балета, конечно же, пуанты. Некоторые балерины берут на репетиции ту самую пару, которая приносит удачу. Вблизи все совсем не так, как со стороны зрительного зала. Танцоры тщательно скрывают все недостатки, чтобы предстать перед зрителем в самом лучшем свете. Этот тихий ужас, в котором мы танцуем. Иногда, конечно, не всегда. Чаще, конечно, оно все загранировано, все затонировано, запудрано, красиво, чтобы при всем смотрелись ножки. Но если, конечно, посмотреть рабочие вблизи, естественно, они, конечно, выглядят немножко печально. Балет – это ежедневный труд, рассказывает художественный руководитель театра. Перерыв сыграл не самую положительную роль в жизни каждого артиста. Подобная пауза может стать не только угрозой для формы танцора, но и для будущего в профессии. Потому балерины готовятся с особой тщательностью, чтобы поразить зрителя. Конечно, мы держимся зубами, пуантами, если можно так сказать. Конечно, мы выживаем. Но есть сейчас все условия, чтобы, так сказать, не только физической, но еще и актерской такой формой порадовать зрителя. Очень стараемся и все-таки надеемся на поддержку зрителя. Приходите, поддерживайте нас, чтобы одесский балет оставался на том высоком профессиональном уровне. Для ведущего мастера театра знакомство с танцами стало личным решением. Признается, поначалу близкие отговаривали от занятий балета, но любовь к сцене все же победила. Ты должен держать себя в постоянной форме, потому что тебе могут позвонить сегодня и сказать, у тебя завтра спектакль в Германии, во Франции, в Париже, и тебе нужно взять вещи и полететь, танцевать. Постоянные перелеты, недосыпание, физическая усталость, травмы, у кого есть, у кого нет, но по большей части это травмоопасное искусство. Это рабочий процесс, и когда ты выходишь на сцену, переживаешь какие-то партии эмоций своих героев, но самое фантастическое, когда в конце ты станцевал, и тебе стоя кричат «Браво», это потрясающие эмоции. Выход на сцену особенный для каждого артиста. Тут совсем не важно, сколько лет ты в профессии, волнуется каждый. Кто-то отмалчивается или наоборот болтает без умолку, а кто-то в шпагате слушает музыку, пытаясь настроиться на нужную эмоцию. Конечно же мы стоим, руки, ноги могут труситься, какой-то вот такой чрезмерный адреналин, который тебя не может отпустить. Но как только ты вступил на сцену, как только ты сделал несколько шагов, то это моментально пропадает, остается только состояние вот этого танца, вот этого чего-то живого, настоящего, то, что ты хочешь передать людям, чтобы они почувствовали твои эмоции, твое настроение. То, что ты хочешь им рассказать, и чтобы они поверили тебе, поверили в то, что ты действительно что-то настоящее им показываешь, какие-то человеческие чувства, какой-то рассказ, какую-то историю. И если они поверили, они всегда очень добрые и всегда аплодируют. В программе голоконцерта, который пройдет 2 и 3 октября, фрагменты из любимых всеми балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Крик», «Щелкунчик» и многие другие. Артисты театра рассказывают, с нетерпением ждали возможности вновь выйти на сцену, чтобы ощутить на себе взгляды людей и услышать аплодисменты. И несмотря на боль после репетиций и порой слезы, готовы дарить зрителю настоящие эмоции и сказку, в которую точно захочется поверить. Татьяна Бурумбей, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».